Корректировка стратегии развития региона – основная тема расширенного заседания правительства. Активная работа над документом велась в прошлом году. От жителей области поступило более 900 тысяч предложений. Все они проанализированы и учтены при формировании документа. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны, продуманная стратегия – это непременные условия развития. Чтобы объединить стратегию развития и национальные проекты, инициированные президентом страны, в документ необходимо внести некоторые коррективы. Подробнее о них рассказал председатель правительства Виктор Кудряшов. В частности, дополнен перечень и значение целевых показателей развития социальных отраслей. Например, это касается уровня бедности. Снизить его более чем в два раза поможет ускоренное развитие экономики, рост занятости и адресная соцподдержка нуждающихся. Сделан акцент на наращивании темпов производительности труда. Перед правительством региона стоит задача вовлечь не менее 250 промпредприятий в реализацию соответствующего нацпроекта. Корректировки также подверглись разделы образования, здравоохранения, экология, региональная политика и развитие цифровой экономики. При этом главные цели стратегии остались неизменными. Это улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности органов власти. Новая стратегия ставит перед нами еще более амбициозные задачи по осуществлению экономического прорыва и достижению лидерства на основе развития ключевых компетенций. Включение в реализацию национальных проектов позволит экономике региона выйти на новый уровень и решить глобальные социальные задачи, значительно улучшить инфраструктуру. К 2030 году регион должен превратиться в территорию комфортного проживания с высоким человеческим потенциалом, закрепиться в числе наиболее развитых промышленных регионов страны. Корректировки стратегии социально-экономического развития региона на расширенном заседании правительства поддержали единогласно. Произошло, на мой взгляд, очень важное событие для Самарской области, потому что мы в рамках принятой стратегии, во-первых, определили наше место на сегодняшний день, и самое главное – это взгляд в будущее. Открываются большие перспективы для всех. И для молодежи, и для тех, кто сейчас уже в возрасте, и для тех, кто в активном, скажем так, этапе находится жизненном. И я с большой уверенностью смотрю в будущее. До 2030 года мы с вами станем одним из самых основных и мощных регионов в стране. Подводя итоги работы за последние два года, губернатор отметил серьезное укрепление позитивного имиджа региона на федеральном уровне. Большое внимание уделено решению проблем обманутых дольщиков. В 2018 из реестра проблемных объектов исключили четыре дома. В текущем году уже три. Долгожданное жилье получили тысячи человек. До конца года завершат еще пять долгостроев. По-прежнему на особом контроле сфера здравоохранения. Открыто 11 новых учреждений и отремонтировано 47. Закуплено 60 машин скорой помощи. Активно внедряется проект «Бережливая поликлиника». В первую очередь в 17 детских отделениях. В этом году создается Центр онкологической помощи. Переоснащается региональный сосудистый центр и два сосудистых отделения в Тольятти. Проводится до оснащения 14 детских поликлиник. В этом году откроется 14 ФАПов. В приоритете и система образования. В сфере образования одним из наших приоритетов является обеспечение доступности мест в детских садах. Особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены 9 детских садов. В этом году в регионе строится и капитально ремонтируется 28-17 из них совершенно точно будут введены в эксплуатацию в текущем году. Ремонт идет и в 45 техникумах и колледжах. Активно внедряются демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Создан региональный научно-образовательный центр. Особое внимание и спорту. В 2018-2019 годах введено 10 крупных спортобъектов и 30 площадок. До конца года к ним прибавится еще 4 фока и 15 спортплощадок. Откроется инклюзивный спортивный детский парк около Самар-арены. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.